Основные экспонаты актового зала посвящены литературному творчеству Виктора Бокова, его масштабу, его личности, его значению в мировой культуре, значению этой поэзии Бокова в мировой культуре и, конечно, заслуги перед Отечеством. И вот на этих главных стендах собраны краткие, но емкие высказывания соратников по цеху о нем, о его творчестве, о его вкладе в мировую культуру. Ну и на первом месте, конечно, стоит высказывание Михаила Причвина о том, что такие таланты рождаются раз в сто лет. Далее мы видим высказывания, читаем Бориса Пастернака, Михаила Исосковского, Лариса Васильева его поставила в один ряд с литературными гигантами, как Михаил Державин в XVIII веке, в XIX веке Лев Толстой, а в XX она в этот ряд ставит поэта Виктора Бокова и называет его легендой XX века. Виктор Боков не очень любил, когда его считали только поэтом-песенником. Конечно, он считал себя прежде всего поэтом по своей сути. И действительно это так и есть, потому что Виктор Боков считается самым русским поэтом, наверное, после Есенина, потому что никто не знал так русского слова, глубину этого русского слова, никто не знал русской души, так как поэт Виктор Боков напишет о нем профессор Ставропольского университета, филолог Вячеслав Михайлович Головко. И это действительно так, ведь когда-то, когда приезжали славянисты из далекой Америки в поисках, как сейчас русская поэзия живет и есть ли у нас еще в России поэты, которые владеют исконно русским словом. Но так как они были с континента Америки, и там жили поселения староверов, и, конечно, они русскую речь оттуда черпали, и сюда пришли в надежде, что здесь многие поэты так выражаются. Но каково их было удивление, когда Андрей Вознесенский, он тогда возглавлял Союз писателей России, он устраивает встречу с одним советским поэтом, с другим, и они не находят в них вот той речи, к которой они готовились. И только к концу дня рабочего, значит, они звонят Виктору Бокову на городскую квартиру и говорят, вот мы хотим встретить, устроить вам встречу с этими американскими славянистами. И когда они приезжают к Виктору Бокову, балалайка, гармонь, и стихи Бокова, и те словечки, которые он черпал из детства, из своих фольклорных экспедиций, тут вот они как раз становятся удовлетворенными. И тот же профессор, филолог Вячеслав Головко подмечает, ну, как бы исследуя его поэзию, он подмечает такую особенность, что, оказывается, в годы советской власти все поэты отошли в сторону советизма человека, личности. Звучит в их стихах, в их литературе такое понятие, как советский человек. Как русский человек вообще никто не обращается к тему русскости. И вот только один Виктор Боков остается верен этой теме. Если он пишет, то он пишет о русском поле, о русской душе, о русском слове, о русском человеке. И о русский весь, замечает он. И действительно, это у него единственное, у кого вот это вот сохраняется и прослеживается через все его литературное творчество. Он писал не только стихи, он создавал исторические поэмы, такие как Авдотья, Рязаночка, поэмы «Свирь», посвященная комсомолкам-партизанкам в Карелии, поэма «После победы». Он очень много пишет о памяти народной после войны. Конечно, он на фронтах войны не был, но зато он обращает внимание на следы этой памяти, как обелиски в каждой деревне, как скорбь матери, которая продолжается, не одно десятилетие продолжает жить в российских домах. И потом, если взять во внимание цикл «Сибирское сидение», то и тут история России тоже как на ладони, которую он прожил сам. Он прошел через пяти вот этих сталинских репрессий сам. И очень такие жизнеутверждающие стихи он создавал в лагере. И в литературной среде он считается одним из плодовитых поэтов России. И вот Лариса Васильева в своей статье пишет о нем, что если в Доме литераторов встречаешь человека удрученного, которого «покинула муза», в кавычках, то она, обращаясь к этому горе писателю, поэту говорит, что не пишет, съезжайте в Переделкино к Бокову, он вас заразит. И действительно Виктор Боков творил ежедневно, каждый день фонтанировал, била из него вот это вот поэтическое слово, просила снаружи. Ну а чем он был занят? Он к этому времени уже живет в Переделкино и ведет бурную такую литературную деятельность. Переводит, готовит к изданию свои стихи, встречается с композиторами, с писателями, с песенниками. Но самое главное то, что он очень много ездит по стране, ездит в составе творческих делегаций по странам социалистического сотружества. И всю Россию он вдоль и поперек изъездил, от берегов Камчатки до берегов Белого моря, до грузинских там гор и так далее. Везде-везде он присутствует. И вот здесь вот на этой витрине представлены перечень дел, которыми занят был поэт. И вот здесь вот один день у нас дневниковой записи представлен его лист дел. Он состоит из 24 пунктов. Вот на этих фотографиях как раз отражается труд его как писателя, как поэта. На одной из фотографий мы видим его рядом с правнуком Пушкина, Григорием Пушкиным. Вот фотография, вот та вот самая угловая фотография с правнуком Пушкина, Григорием Пушкиным, который приехал из Англии. Но здесь еще хочется сказать о его жизни в Переделкино. В 1965 году он покупает там участок земли на берегу оврага и начинает строить домик. Вот выстраивает такой двухэтажный домик. И более 40 лет он проживает там вместе с новой его спутницей жизни, с музой Алевтиной Ивановной. Встречи их происходят в 1965 году. Их знакомит знакомая Виктора Бокова, приятельница Вера Михайловна. И приводит как бы свою юную сотрудницу Алевтину. Ей тогда было за 30 лет, а ему за 50 лет. И влюбляется Бокова с первого взгляда в Алевтину. Он стоит в прихожей, разговаривает по телефону. И когда открывает дверь Вере Михайловне и видит Алевтину, замирает с трубкой в руке, не может продолжить ни телефонный разговор, ни даже пригласить гостей в свою квартиру. Настолько он был очарован образом Алевтины. И он в этот же вечер начинает писать ей стихи. И пишет так каждый день, каждый день, пока у него этих стихов не набирается более 100 стихотворений. И вот эти 114 стихотворения войдут уже в 67-68 годах. Он издает сборник любовной ририки под названием Алевтина. Это тоже был неординарный шаг в писательской среде, потому что тогда вообще очень мало любовной ририки помещали на страницах газет и журналов. Почему? Потому что все было посвящено труженикам села, труженикам социалистического труда. Очень мало пропускали на страницы. Ну, Виктор Боков смело и безоглядно посвящает целый сборник любви своей поздней. Ему уже бояться нечего, лагеря уже пройдены. И вот так возникает Алевтина, сборник вот этот вот Алевтина. И Алевтина действительно становится его музой. Они живут вместе более 40 лет. И именно Алевтина Ивановна сейчас нам в музее помогает, тоже передает очень много документов архивных, помогает нам организовывать мероприятия. Вот, она живет сейчас в Переделкином. Ну, здесь немного мы коснемся уже печальной темы. Почему? Потому что Виктор Боков вообще прожил очень долгую жизнь. Он, мы отметили его 95-летие в сентябре 2009 года. И прожив после этого юбилея всего месяц, он 15 октября 2009 года уходит от нас. И похоронен он в Переделкино, прямо напротив могилы Пастернака. Его друг и краевед Владимир Ильич Самсонов, первый директор музея, он запомнил, что у Виктора Бокова было желание быть похороненным рядом со своим учителем Борисом Пастернаком. И поэтому он удивительным образом на закрытом уже кладбище старинном находит место. Там просто напротив могилы Пастернака росло дерево, которое имело поросль. И вот убирая эту поросль, как раз освобождалось место. И вот он углом к могиле Пастернака лежит, его могила Виктора Бокова. Но вы знаете, какие перипетии судьбы делает история. Легли два поэта XX века, Пастернак и Боков, рядом, да? Но к ним еще третьим ложится Евгений Евтушенко. И образуется в Переделкино такой трелесник русской поэзии. Начало XX века Борис Пастернак, середина, конец XX века Виктор Боков. И вторая, больше, ну, там, последняя декада и начало XXI века Евгений Евтушенко. Вот есть теперь в Переделкино на кладбище такое место, где упокоилась поэзия XX столетия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok